Глава 4. Стих 1. Глава 4. Далее. 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 И показывает ему все царства мира и славы их, и говорит ему, все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне. Некоторые под высокую горою разумеют страсть любостяжания, в которую дьявол старался вовлечь Иисуса, но неправильно. Нет, Господь не имел такого рода помыслов. Дьявол явился ему в чувственном виде, поэтому чувственно же показывал ему с горы и все царства, представляя их пред очами его в призраке, и сказал, все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне. По своей гордости он признает мир своей собственностью. Так и ныне он говорит любостяжательным, что они, поклоняясь ему, будут иметь все это. Стих 10. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Господь разгневался на него, когда увидел, что он присваивает тебе то, что принадлежит единому Богу, и говорит, все это дам тебе, будто свое собственное. Познай отсюда, как полезно Писание. Господь им заградил уста врагу. Стих 11. Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Господь победил три искушения. Пресыщение, тщеславие и любостяжание. Это главные страстей. Следовательно, кто победил их, тот тем удобнее преодолеет прочее. Поэтому и Лука говорит, и окончив все искушения, хотя победил только главные из них. Поэтому и ангелы служили ему, чтобы мы знали, что и нам после победы готовы будут служить ангелы, так как Христос все сие творил и показывал для нас, потому что ему, как Богу, ангелы служат всегда. Стихи 12. 13. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею, и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Заволоновых и Нефалимовых. Иисус удаляется, научая нас через это, чтобы мы не ввергали себя в опасности. Удаляется в Галилею, то есть в Покату и Наклонную страну, потому что и язычники уклонились в грех. Поселяется в Капернауме, который значит «дом утешения», ибо он сошел, чтобы язычников сделать домом утешителя. «Заволон» — значит «ночной», а не «фалим» — широта, потому что язычники жили в ночи и широко, ибо ходили не тесным путем, но широким, ведущим к погибели. Смотрите Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 13-14. Стих 14-16. «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, земля Заволонова и земля Нефалимова на пути приморском за Иорданом. Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великой, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». Говорит на пути приморском, потому что лежит на пути к морю. «Свет великой» означает Евангелие, и закон был свет, но малый. «Тень смертная есть грех, поскольку она есть подобие и образ смерти, ибо как смерть объемлет тело, так грех душу. Свет воссиял нам, ибо мы не искали его, но он сам воссиял для нас и просветил нас, сидящих во тьме». Далее стих 17. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить «покайтесь», ибо приблизилось Царство Небесное. Иисус начал проповедовать со времени заключения Иоанна, потому что ждал, чтобы сперва Иоанн засвидетельствовал о нем и приготовил для него путь, которым ему надлежало идти. «Подобно как рабы, приготовляют путь своим повелителям. Будучи равен Отцу, Господь имел в Иоанне своего пророка, так же, как Отец его и Бог имел пророков до Иоанна. Впрочем, мы сии были пророками, как Отца, так и Сына. И говорить «покайтесь», ибо приблизилось Царство Небесное. «Царство Небесное есть и Христос, и добродетельная жизнь, ибо когда кто живет на земле, как ангел, не небесный ли он?» Итак, в каждом из нас есть Царство Небесное, если живем по Евангелию. Стих 18. «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. Симон, Петр и Андрей были ученики Иоанна. Еще при жизни Иоанна видели Христа и слышали о нем от Иоанна «Вот агнец Божий». Но когда увидели, что Иоанна связали, они опять возвратились к рыбарской жизни. Там Иисус, идя около моря, уловил их. Стихи 19.20. «И говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставився эти, последовали за ним. Смотри, какие они послушные люди. Тотчас последовали за ним. Впрочем, видно, что это было второе призвание. Они и прежде при жизни Иоанна слушали Христа, но оставили его. А теперь, увидев его, тотчас опять последовали за ним. Стих 21. «Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем отцом их, пропитывать отца и притом честными трудами великой добродетели, починивающих сети свои. Они были бедны, и поэтому, не имея возможности купить новых, починивали старые». Стих 22. «И они, тотчас оставив лодку, и отца своего, последовали за ним». Сам Зеведей, кажется, не уверовал, и поэтому они оставили его. Видишь, когда нужно оставлять отца. Тогда, когда он препятствует в добродетели и благочестии. Увидишь, что первые последовали за Христом, и они, сыны Зеведеевы, подражая им, тотчас пошли за ним же. Стих 23. «И ходил Иисус по всей Галилеи, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия». Ходит в синагоги еврейские для того, чтобы видели, что он не враг закона. Далее. И исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Начинает со знамений для того, чтобы поверили его учению. Стих 24. «И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их». Лопрос. «Почему Христос не спрашивал о вере никого из приведенных?» Ответ. «Потому что это самое уже было делом веры, что их привели издалека». «Лунатиками» называет беснующихся. «Демон, желая уверить людей, что звезды злотворны, выжидает полнолуние, и тогда мучит, чтобы за причину страдания приняли луну и бесславили создание Божие, как и заблуждались манихеи». Стих 25. «И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиграде, и Иерусалима, и Иудеи, и Изза и Ордана». Субтитры создавал DimaTorzok Глава пятая. Стих первый. Увидев народ, он зашел на гору. Восходом на гору Господь научает нас ничего не делать под тщеславию и напоказ. Видя великое множество собравшегося к нему народа, он сел и начал учить его не в городе, не на площади, чтобы все видели его и хвалили, но на горе, в пустыне, где не было никого, кроме душевно желавших получить или видеть исцеление. Далее, и когда сел, приступили к нему ученики его. Народ приступает для чудес, а ученики для наставлений. Поэтому после совершения чудес и исцеления тел, врачу и души, чтобы мы знали, что он есть Творец и душ и телес. Стих второй. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря. Для чего присовокупляет, отверзши уста свои? Это, кажется, излишнее? Нет. Ибо он учил, и не отверзая уст, то есть своей жизнью и чудесами, а теперь учит, отверзши уста. Учил их, говоря, учил не одних учеников, но и народ, а начал с блаженств, так как и Давид начал с блаженства. Смотрите, Псалом 1, стих 1. Стих 3. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Прежде всего, выставляет смирение, как бы основание. Поскольку Адам пал от гордости, возмечтав быть Богом, то Христос выставляет нас посредством смирения. Нищие духом — суть душевно чувствующая свое недостоинство. Стих 4. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Плачущие о грехах, а не о чем-либо житейском. Сказал же плачущие, разумея, плач неоднократный какой-либо, но всегдашний, притом не о своих только грехах, но и о грехах ближних. Утешатся же они не только там, но и здесь, ибо кто плачет о грехах, тот духовно радуется, особенно там. Здесь он радуется по надежде получить прощение грехов, а там будет непрестанно радоваться, получив жизнь блаженную. Стих 5. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Некоторые под землею разумеют землю только духовную, то есть небо, но ты разумей и сию землю. Кроткие почитаются презренными и бедными, а он напротив говорит, что они-то особенно и имеют все. Кроткие же суть не те, которые вовсе не гниваются. Таковы бывают только лишенные разума, но те, которые могут гниваться, но воздерживаются, а гниваются только тогда, когда должно. Стих 6. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Поскольку он намеревается говорить о милосердии, то наперед показывает, что должно соблюдать справедливость, чтобы не делать милости из награбленного. К правде должно стремиться со всем усердием, ибо это выражается словами «алчущие и жаждущие». Кто алчит и жаждет, тот сильно желает насытиться. Так сильно, надобно желать правды и соблюдать ее. Поскольку же и любостяжательные представляются живущими в довольстве и сытости, то он говорит, что тем более праведные насыщаются. Они насыщаются и всей жизни, ибо владеют своим имуществом безопасно, но особенно они насытятся там. А ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Псалом 33, стих 11. Стих 7. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Милосердие можно оказывать не имуществом только, но и словом. А ежели ничего не имеешь, то и слезами, и вздохом. Они получат милость и здесь, от людей, ибо кто вчера оказывал милость, а сегодня пришел в бедность, тому все будут оказывать милость, особенно там Бог. Стих 8. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Многие не хищничествуют, не обижают, и даже милосерды, но блудодействуют, и в других отношениях бывают нечисты. Поэтому Христос повелевает соединять с другими добродетелями и чистоту или целомудрие, не только по телу, но и по сердцу, ибо без святыни или чистоты никто не узрит Господа. Как зеркало тогда отражает образы, когда чисто, так может созерцать Бога и разуметь Писание только чистая душа. Стих 9. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. То есть не только те, которые сами живут со всеми мирно, но и примиряют других враждующих. Миротворцы суть и те, которые учением обращают врагов Божьих. Таковы суть сыны Божьей, так как и единородный Сын Божий примирил нас с Богом, когда мы были враги Его. Стих 10. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Гонения терпят не одни мучники, но и многие другие, за вспоможение обидимым и вообще за всякую добродетель, потому что под именем правды, разумеется, всякая добродетель. Гонят воров и убийц, однако же они неблаженны. Стих 11. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать. Наконец, Господь обращает речный пачек к Своим апостолам и показывает, что терпеть поношение особенно свойственно учителям. Далее. И всячески неправедно злословить за меня. Не всякий поносимый блажен, но только тот, кто терпит поношение для Христа, и ложно. Если же у кого при поношении его нет ни того, ни другого, то несчастен он, поскольку для многих служит соблазном. Стих 12. Стих 12. Выдержавший так много искушений, особенно возмущен был тогда, когда друзья стали поносить его, будто он страждет за грехи. Далее. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Чтобы апостолы не думали, что их будут гнать за учения, противные Христову, успокаивает их, говоря, что и пророков, бывших прежде них, гнали за добродетель. Стих 13. Вы — соль земли. Пророки посылались к какому-нибудь одному народу. А вы — соль для всей земли, исправляющая беспутных учениям и обличениями, чтобы они не порождали непрестанно черевеи. Посему не оставляйте горьких обличений, если бы и ненавидели и стали гнать вас. После сего он говорит, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Если учитель потеряет ум, то если не будет учить, обличать и исправлять, и если разленится, то чем исправится? Он должен быть лишен учительского сана и подвергнут презрению. Стих 14. Далее не может укрыться город, стоящий наверху горы. Так поучает их подвязаться и быть внимательными к своей жизни, ибо на них будут смотреть все. Не думайте, говорит он, что вы будете укрываться в каком-нибудь углу. Нет, вы будете на виду всех. А потому старайтесь жить непорочно, чтобы не сделаться соблазном для других. Стих 15. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Я, говорит, зажег в вас благодатный свет и поставил на высоте, чтобы вы светили всем, чтобы этот свет благодати не погас вас, и чтобы свет вашей жизни светил и другим. И это дело вашего подвига. Поэтому он говорит. Стих 16. Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не сказал, вы показывайте свою добродетель. Это было бы нехорошо, но досветит она сама. Так чтобы и самые враги ваши подивились и прославили не вас, но Отца вашего Небесного. Поэтому, когда мы делаем доброе дело, то должны делать его не для своей славы, а для славы Божьей. Стих 17. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Так как он намеревался ввести новые законы, то чтобы не почли его противником Божьим, он в отвращении такой мысли говорит, не нарушить пришел я, но исполнить. Как же он исполнил его? Во-первых, он исполнил его совершением всего сказанного о нем пророками. Поэтому и евангелист часто говорит, да сбудется реченное тем или другим пророкам. Он исполнил и все предписания закона, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Он исполнил закон и в том смысле, что восполнил его, ибо он в полном совершенстве начертал то, чего закон представлял одну тень. Закон сказал, не убей, а Христос, и не гневайся напрасно. Подобно как живописец не изглаждает начального очертания, но проясняет и дополняет его. Стих 18. Ибо истина, говорю вам, истина употребляет для большей силы утверждение. Да коли не приедет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не приедет из закона, пока не исполнится все. Здесь показывает, что мир приедет и изменится. Поэтому говорит, что пока стоит вселенная, не приедет ни малейшая буква из закона. Стих 19. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей. Малыми заповедями называет не заповеди закона, но те, которые сам намеревался дать, малыми же называет их по смирению, чтобы и тебя научить не высокомудрствовать в учении. Тот малейшим наречется в Царстве Небесном. То есть тот, кто сам не исполняет заповедей и учит других, не имея дел, в воскресенье окажется последним и будет брошен в гиену. Не думай, что он войдет в Царство Небесное. Нет, в Царство Небесное не войдет тот, кто учит других, сам презирая и попирая заповеди. Но под Царством, разумею, здесь воскресенье. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Наперед сказал «сотворит», а потом уже научит. Ибо как мне другого вести по пути, по которому сам я не хаживал? С другой стороны, если я и творю, а не учу, не буду иметь такой награды, но заслужу даже наказание, если не учу по зависти или по лености. Стих двадцатый Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Под правдой разумеет всякую добродетель, подобно как в словах, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. Книга Иова, глава первая, стих первая. Итак, вострепещи, человек, при мысли о том, сколько от нас требуется. Затем Господь научает нас, как нам превзойти книжников и фарисеев, и исчисляет добродетели. Стих двадцать первый Вы слышали, что сказано древним «не убивай», кто же убьет, подлежит суду? Не говорит, кем речено, потому что если бы сказал «отец мой сказал древним, говорю вам», то подумали бы, что он предписывает противное отцу. С другой стороны, если бы сказал «я говорил древним», то едва ли стали бы слушать его. Поэтому говорит неопределенно, что сказано древним. Словами, что сказано древним, показывает, что закон отменен, а если отменен и почти уничтожен, то его должны оставить и поспешить к новому. Стих двадцать второй А я говорю вам, что всякой гневающей сонобрата своего напрасно подлежит суду. Пророки, приступая к изречению пророчества, говорили «сие глаголит Господь», а Христос, показывая в себе божественное полновластье, говорит «я говорю». Те были рабы, а он — сын, имеющий все, что принадлежит отцу. Кто гневается на брата своего, тот будет осужден, но если кто гневается справедливо для вразумления и по духовной ревности, тот не будет осужден. Так апостол Павел гневно говорил Елиме, волхву и первосвященнику, впрочем, не напрасно, но по ревности божественной. Напрасно гневаемся мы тогда, когда гневаемся из-за имения, из-за чести и из желания отомстить за себя. Далее. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону? Синедрионом называется еврейское судилище, а рака — значит то же, что ты. Поскольку презираемому нами человеку мы обыкновенно говорим «поди ты», то Христос располагает нас не оставлять без внимания и сего маловажного выражения и уважать других. Некоторые говорят, что «рака» с сирского значит «гнусный». Таким образом, если кто станет поносить брата своего, называя его гнусным, то будет подлежать суду собора апостолов, когда они сядут судить двенадцать колен. Далее. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Некоторые признают этот приговор слишком строгим и тяжким, но несправедливо. Ибо не достоин ли гиены тот, кто лишает брата разума и смысла, чем мы отличаемся от животных бессловесных. Кто поносит и бесчестит, тот прекращает любовь. А с прекращением любви уничтожаются и все добродетели. Подобно как при любви все они в силе. И так поноситель, прекращая любовь, прекращает все добродетели, и поэтому справедливо подлежит гиене огненной. Стихи двадцать третий и двадцать четвертый. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Бог отказывается и от собственной чести, лишь бы мы хранили любовь. К словам, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, не присовокупил более ничего, справедливо или несправедливо имеет он, примирись. Притом не сказал, если ты имеешь что-либо против него, но если он имеет нечто против тебя, постарайся примирить его с собою. А дар повелевает оставить для того, чтобы поставить тебя в необходимость к примирению, ибо ежели при Сем пожелаешь принести дар твой, то по необходимости должен будешь примириться. Но Сем вместе показывает и то, что любовь есть истинная жертва. Стихи двадцать пятый, двадцать шестой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Некоторые думают, что соперником здесь называется дьявол, а путем — жизнь, и что Господь внушает следующее. Рассчитайся с дьяволом, пока ты находишься всей жизни, чтобы впоследствии он не стал обличать тебя за грехи, как бы присвоившего какую-нибудь его собственность. Тогда предан будешь наказанию, пока не изгладишь и последних, самых малых грехов, ибо кадрант равняется двум лептам. Но ты разумей, что Господь говорит это о здешних соперниках, научая не судиться и не переставать делать дела Божьи. Ибо если тебя и обидят, говорит, не входи в суд, но помирись на пути, чтобы при представлении соперником сильного оправдания не потерпеть тебе чего-либо худшего. Стих 27 Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуя. Иное дело прелюбодейство, иное блуд. Прелюбодеяние есть грех с замужнею, а блуд со свободную. Стих 28 А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. То есть, кто останавливается, всматривается и с зрением воспламеняет похоть, потом снова смотрит с большим желанием удовлетворения похоти, тот уже совершил грех в сердце своем. Правда, он не исполнил его делом, что до того. Он не мог, а если бы мог, тот же сделал бы грех самим делом. Впрочем, знай, что если мы когда-либо вощувствовали похоть, но встретили препятствие к удовлетворению ей делом, то это явный знак, что нас сохранила благодать. Так и женщины, украшающиеся для того, чтобы понравиться кому-нибудь, грешат, хотя бы и не понравились. Ибо они уже сделали напиток, который остался без действия только потому, что его никто не выпил. Стихи двадцать девятый, тридцатый. Все тело твое было ввержено в гиену. Слыша о глазе и руке, не подумай, что здесь говорится именно о сих членах. В всем случае он не присовокупил бы правый глаз и правая рука. Здесь говорится о людях, которых мы любим и бережем, как правый глаз и правую руку, но которые препятствуют нам делать дела Божии. Так, например, юноша, если имеет распутных друзей и терпит от них душевный вред, должен оставить, бросить их. Сим, может быть, спасешь и их, если придут в чувства, а если не спасешь их, то, по крайней мере, спасешь себя. Но если будешь продолжать к ним любовь, то погибнешь и ты, и они, то есть все тело. Моисей повелел, чтобы возненавидевший жену свою развелся с нею, чтобы не случилось чего-нибудь худшего, потому что возненавиденная могла быть и убита, но таковой обязан дать разведенной разводную, так, чтобы отпущенная уже не возвращалась к нему и не произошло смуты, когда он стал жить уже с другой. Стих 32. 2. А я говорю вам, кто разводится с женою своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. 3. Господь не нарушает Моисеева закона, но исправляет его и запрещает мужу ненавидеть свою жену без вины. 4. Если он оставит ее по уважительной причине, то из-за прелюбодеяния, не подлежит осуждению. 5. А если не за прелюбодеяния, то подлежит суду, потому что, если бы никто не взял ее, она, быть может, возвратилась бы к прежнему мужу и покорилась бы ему. 6. А христианину должно быть миротворцем и для чужих, тем более для своей жены, которую Бог совыкупил с ним. 7. Стих 33. Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. То есть, когда клянешься, верно исполни то, в чем клянешься Господу, ибо если нарушишь клятву, будешь осужден. 7. Стих 34 и стих 35. 8. А я говорю вам, не клянись вовсе, не небом, потому что оно престол Божий, не землею, потому что она под ножей ног его, не Иерусалимом, потому что он город великого царя. 9. Поскольку иудеи слышали от Бога, небо престол мой, а земля под ножей ног моих, то и клялись сими предметами. 10. Но Господь воспрещает им это, впрочем, не потому, что небо прекрасно и огромно, а земля полезна, а чтобы не подать им повода к идолопоклонству, поскольку эти предметы у клянущихся ими легко могли быть признаны за божество, как это прежде и было. 10. Стих 36. 11. Ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. 11. Один Бог клянется самим собою, потому что не зависит ни от кого. 12. А мы как можем клятся своей головой, когда не имеем власти? Мы не свои. 12. Если же думаешь, что голова есть твоя собственность, то перемени, если можешь, хоть один волос. 13. Стих 37. 7. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет». 14. Дабы ты не сказал «как же мне поверят», он говорит «поверят», если всегда станешь говорить правду и никогда не будешь божиться, потому что никто так не теряет доверия, как тот, кто часто божится. 15. Далее. А что сверх того? То от лукавого. 15. Божба, кроме «да» и «нет», есть дело излишнее и происходит от дьявола. 16. Но ты спросишь, уже ли закон Моисеев был худ, когда повелевал клясся? 16. Знай, что в то время божба не составляла худого дела. 17. Но божиться после Христа есть дело уже худое, подобно как обрезываться и вообще иудействовать. 17. Сосать грудь младенцу прилично, а мужу непристойно. 18. Мы более не под законом, но под благодатью. 18. Вы слышали, что сказано «Око за око и зуб за зуб». 19. Закон из снисхождения допустил право равного возмездия, чтобы не обижали друг друга, и чтобы обидевший боялся подвергнуться тому же, чему подвергся обиженный. 19. Стих 39. «А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». 20. Злым называет здесь дьявола, действующего посредством человека, показываясь им, что бьющий распаляется дьяволом. 21. Итак, уже ли дьяволу не должно противиться? 22. Должно. Только не обратными ударами, а терпением, ибо огонь гасится не огнем, а водою. 23. Впрочем, не думай, что здесь говорится только об ударе в щеку. Нет, но и о всякой другой обиде. 24. Стих 40. «И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». 25. Отдай ему и верхнюю одежду, когда поведет тебя в суд и станет делать тревогу, а не тогда, когда просто будет просить ее у тебя. 26. Под рубашкой, собственно, разумеется, так называемое у нас и споднее платье, а под верхней одеждой — верхнее платье. 27. Впрочем, эти названия иногда употребляются одно вместо другого. 27. Стих 41. «И кто принудит тебя идти с ним одно поприще? Иди с ним два». 28. Что рассуждать о рубашке и верхней одежде, говорит Господь? 29. Самое тело твое отдай, если кто насильно потащит тебя, и сделай для него более, нежели сколько требует. 29. Стих 42. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. 30. Враг ли то, друг ли, или неверный просит у тебя денег или другого пособия, дай ему по возможности твоей. 30. Взаймы же дай не с ростом, но простой взаём для пользы ближнего, ибо и во время подзаконные иногда давали взаймы без процентов. 31. Стихи 43-44. Вы слышали, что сказано? «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». 31. Вы слышали, что сказано? «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Достиг верха добродетелей, ибо что выше сего?» 32. Но и это не невозможное дело. Моисей и Павел больше себя любили, враждовавших против них иудеев, и вообще все святые любили врагов своих и таким образом получили обетование. 33. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. 34. Их должны почитать благодетелями, потому что всякий, кто гонит и обижает нас, уменьшает наше наказание, которому мы должны подвергнуться за грехи. 35. С другой стороны, и Бог весьма вознаградил нас за сея. Вот и доказательство этому. 35. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. 36. Видишь, какое благо доставляет тебе тот, кто гонит и обижает тебя, если только ты терпишь. 37. Под дождем и солнцем разумеет благодать Святаго Духа и учения, поскольку Христос на всех изливает благодать и всех поучает. 38. Кто принимает учения, тот живет во свете, а кто при солнечном свете зажимает свои глаза, остается во тьме. 39. Стих 46. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? 40. Вострепещем. Мы не походим и на мытарей, если ненавидим и любящих нас. 41. Стихи 47-48. И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? 41. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. 42. Одних любить, а других ненавидеть, есть несовершенство. 42. Совершенство же состоит в том, чтобы любить всех. 43. Небесный Отец любит всех и всех призывает ко спасению. 44. Нам должно уподобляться Ему. 45. Субтитры создавал DimaTorzok 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 45. Субтитры создавал DimaTorzok